Этот чудесный напиток с неповторимым кисло-сладким вкусом, как привет из детства. Даже не думая о его полезности, просто пили, чтобы утолить жажду, и он был гораздо вкуснее, чем современные газированные напитки. Чайный гриб, разумеется, заслужил, чтобы и сегодня вспомнили о нем и вновь вернули ему законные права. Как только не именуют этот микроорганизм, и чайным квасом, и чайной медузой, но правильное название, принятое во всех странах, комбуча, что обозначает не что иное, как чайный гриб. Энтенпепеп? Что представляет собой комбуча? Это толстая пленка, состоящая из слоев. Она имеет свойство плавать на подушке из сладкого чая. По сути, это конгломерат дрожжеподобных грибков и бактерий. В чем польза чайного гриба? Если учесть, что первыми в древности стали его применять китайцы, то можно не сомневаться в его исключительной пользе. И не назвали бы его медузамицетом, то есть эликсиром здоровья и бессмертия. Поразительно, что в Китае этот микроорганизм был известен и широко применялся уже за 250 лет до нашей эры. Медузамицет так воздействует на сладкий чай, что он становится кисло-сладким чайным. Квасом, чем-то напоминающим слегка газированный напиток. А процесс очень простой. Сахар сбраживается под влиянием дрожжевых грибов, а бактерии помогают спирту окислиться в уксусную кислоту. В итоге получается чрезвычайно полезный напиток. Чем он может помочь человеческому организму? Список будет длинным. Чайный гриб способен нормализовать кислотность желудка. Улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Восстанавливать кишечную микрофлору. Способствовать в излечении от дизентерии и почечно-каменной болезни. Бороться с запорами. Снимать головные боли неврологического происхождения. Нормализовать артериальное давление и холестериновый уровень в крови. Устранять бессонницу. Снимать похмельный синдром. Оздоравливать и омолаживать организм человека. Можно ли в домашних условиях вырастить чайный гриб? Несколько десятков лет назад чайный гриб присутствовал буквально в каждом доме. Трехлитровые банки, наполненные этим напитком и прикрытые марли, всегда стояли на кухонных столах или на подоконниках. И чаще всего люди передавали друг другу пластинку этого гриба с небольшим количеством жидкости. Камбуча начинала быстро наращивать новые слои, и вскоре хозяева наслаждались вкусным напитком. А вот в наши дни найти тех, кто умеет вырастить чайный гриб в домашних условиях, довольно сложно. Хотя это сделать можно буквально с нуля. Следуйте рекомендациям, и у вас все получится. Просто вам надлежит соблюдать простые правила и заботливо ухаживать за грибом, чтобы в банке не образовалась плесень. А выращивать чайный гриб можно с использованием либо шиповника, либо сладкого чая. Чайный гриб из шиповника обработайте кипятком термос. Засыпьте в него вымытые ягоды шиповника, в расчете 10 штук на 0,5 литра воды. Залейте крутым кипятком, плотно закройте термос крышкой, и набравшись терпения, не открывайте его 2 месяца. Зато когда вы снимете крышку термоса, то увидите настоящий чайный гриб, толстенький, но прозрачный, и пока недостаточно плотный. Пока он не совсем готов к производству вкусного и целебного напитка. Промойте гриб кипяченой прохладной водой, переложите в 3-х литровую банку и залейте остуженным сладким чаем. Концентрация такова. На 1 литр воды потребуется 2 чайные ложки заварки, а сахар добавляйте по вкусу. Далее горлышко банки следует накрыть марлией. Храниться гриб должен в теплом месте. Если дело происходит летом, то дня через 3 напиток будет готов. Если зимой, то через неделю. Гриб на основе сладкого чая для второго способа сразу потребуется обработанная кипятком 3-х литровая банка. В нее нужно залить крепкий сладкий чай, примерно 0,5 литра. Далее накройте горлышко марлией и оставьте банку в теплое место на 2 месяца. Далее все происходит так же, как и в предыдущем рецепте. Вот такими совсем несложными способами можно вырастить чайный гриб. Уход за чайным грибом вам удалось самостоятельно получить источник целебного напитка. Однако это еще не все. Озвучено Яндекс Спичкит. Помните, что вы вырастили живой организм, который будет вам служить только при хорошем уходе. Гриб всегда должен плавать на поверхности. Только в этом состоянии он будет вам полезен. Если он начал тонуть, что-то с ним не в порядке, скорее всего, вы его неправильно заварили. Обычно такой чай уходит очень быстро, поэтому нужно постоянно пополнять запас жидкости. Это обязательное условие для развития и роста гриба. Если остается после застолья испитая заварка, процедите ее и вылейте в банку с грибом. При этом следите, чтобы туда не попадали чаинки. Сахар добавляйте по собственному вкусу. Но это еще не весь уход. Чтобы гриб хорошо рос и был здоровым, каждые три недели его нужно промывать в теплой кипяченой воде. Оставшийся в банке настой процедите, банку хорошо обработайте, влейте процеженный чайный раствор и опустите в него промытый гриб. Настой всегда должен быть прозрачным. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Если вы не будете делать эту процедуру, все ваши труды пропадут, гриб начнет портиться и расслаиваться, а настой станет негодным к употреблению. Хранение чайного гриба лучше, если он будет постоянно находиться в темном месте, при температуре воздуха не более плюс 25 градусов. Дело в том, что прямые солнечные лучи и низкая температура могут гриб погубить. Уже при плюс 17 он перестанет развиваться, покроется темными водорослями. Текст озвучен в Яндекс Клауд. У вас будет меньше проблем, если одновременно пользоваться двумя банками. В одной будет постоянно находиться гриб, а в другую вы будете сливать готовый напиток, один раз в три дня летом и дней. Через пять зимой храните эту жидкость желательно в холодильнике. Если вы не будете менять раствор, на нем образуется пленка, предвестник заболевания чайного гриба. Следите за тем, чтобы толщина гриба была не более 4 сантиметров. Лишние верхние слои осторожно отщипывайте и кладите в другие банки. Это будет хорошим подарком друзьям и родственникам. А самые сильные и продуктивные – нижние слои. Настой чайного гриба можно обогащать и целебными травами, листьями крапивы, ежевики, подорожника, земляники, березы. И заварку готовить не из черного, а зеленого чая. Чтобы напиток приносил пользу, его возраст не должен превышать одного месяца. Далее это будет уксус, вредный для организма. Но и в таком виде его можно использовать для косметических и лекарственных целей. Простоявший неделю напиток имеет освежающий и даже слегка алкогольный эффект. В этом состоянии половину жидкости нужно слить, поставить в холодильник и постепенно употреблять. А банку наполнить процеженным чайным раствором. Через несколько дней новая порция чайного кваса будет готова. Вы снова половину отливаете и восполняете свежим раствором. И так постоянно. Кому напиток чайного гриба противопоказан больным диабетом? Страдающим от грибковых заболеваний можно пить только хорошо перебродивший чайный квас. При повышенной кислотности желудка употреблять напиток в ограниченных количествах. Водителям желательно употреблять только свежий настой чайного гриба. Не рекомендуется пить чайный квас во время и после еды. Лучше это делать натощак или перед сном. Кто не попадает под противопоказания, могут пить чайный гриб, но только с обязательными перерывами, чтобы не допустить раздражение желудка. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok